Сегодня для 18-й школы волнительный, вместе с тем немного грустный день. В стенах учреждения для 11-ти классников проходит последний в их школьной жизни классный час. Ленты подготовлены, форма поглажена, остались завершающие штрихи, но каждый из них такой важный, такой трепетный. В 2020-м из стен школы уходит 32 11-ти классника. Хочется им пожелать, что несмотря ни на какие трудности, ни на какие коррективы, которые вносят жизнь, чтобы они никогда не останавливались, чтобы они умели ставить цели, чтобы они умели их достигать, чтобы каждый из них имел свою профессию, был лучшим в своей специальности. Кто бы он ни был, ученый, учитель, врач, просто рабочий, инженер, конструктор, кто угодно, чтобы он был лучший в своей профессии. Но и самое главное, я считаю, и всегда советую ученикам, как бы жизнь их не повернула, чтобы они всегда оставались людьми добрыми, отзывчивыми, справедливыми, чтобы никогда не забывали свое учреждение, образование, свою школу, конечно же, свою семью, свою родину, чтобы они были успешны, успешны во всем и всегда. Домашние задания, уроки, отметки – это все осталось позади. Сегодня каждому из этих юношей и девушек хочется сказать самые теплые, самые важные слова классному руководителю Наталье Борисовне. А она, как и прежде, старается поддержать своих птенцов. Последнее, написанное в школе на классном часу сочинение, посвящено будущему и тому, какой видят взрослую самостоятельную жизнь эти ребята. Через лет 10-15 я думаю, что все мои докладники добьются своих мечт, будут иметь свои семьи небольшие. В школе появится много новых учителей, сама школа превратится в лучшую сторону. Я знаю, что мы добьемся успеха и станем успешными людьми. Каждый добьется всего, чего хотел и реализует все свои желания. Мы так можем давать какие-то пустые обещания, они потом сбываются, мы такие голосованные. Но нужно верить в себя и что-то делать в первую очередь. По традиции, все письма собираются в большой конверт. Под хранением директора они останутся на 10 лет, чтобы на встрече выпускников через годы можно было проникнуться этими строками и увидеть, что сбылось на самом деле. Очень хороший класс, класс сильный, класс очень позитивный, творческий. Ребята, которые приносили каждый год в школе какие-то победы, очень интеллектуально развитые. Вот действительно, с классом было приятно работать. И если говорят, что учитель – это от Бога, то действительно класс состоялся тоже. Ребята – от Бога. Вот шел в школу и хотел этих детей видеть. Ты идешь на работу и знаешь, что они тебя в школе ждут. И ждут каждый раз с чем-то новым, с каким-то новым интересом, с какими-то новыми задумками, идеями. Да, выпускного вечера у этих ребят не будет, но шанс сделать этот школьный год особенным точно есть. В качестве подарка одиннадцатиклассники заложили аллею. Около десятка маленьких и пушистых кустов были высажены вдоль школьного забора в знак того, что этот путь для юношей и девушек был незабываемым. Не верилось, конечно, что последний уже школьный год. Собирался я сегодня в попыхах, нервничал очень сильно, чтобы вовремя прийти. В итоге пришел заранее. В общем, реально очень трудно превращаться со школой. Она мне очень много дала. Мои первые успехи связаны именно с этой школой, с этими учителями. Я очень им благодарен. Я считаю, что этот день я запомню на всю жизнь. Все очень ждали этот день. Конечно, очень печально, что уже последний день мы все заканчиваем эту школу. Но я хочу сказать слова благодарности, что какие знания школа мне дала. Такой фундамент для будущего в жизни, на котором я буду основываться и уже действовать как-то в будущем. Что это супер дни. Спасибо моим одноклассникам, учителям, классному руководителю за то, что они просто были со мной, поддерживали всегда меня. И просто было супер здорово проводить эти школьные дни вместе. И, конечно же, кульминация – школьный звонок, который даст отсчет новым планам и новым мечтам.